На платформе в ожидании президента, руководства области и города, а также духовенства, Пётр Порошенко вручает государственные награды лучшим метростроителям и передаёт символический ключ от победы начальнице станции. Харьков встречает ювилей независимости, встречает день города, введением новой станции метро. Станция метро с фантастичной названием «Перемога». 24 роки, майже речлица независимости, ревесники независимости, Харьков будувал цю чергу метрополитена. 60% было инвестовано за 22 роки и 40% за два остальных роки. Только за последний год из городского бюджета на победу выделено около 300 миллионов гривен. Непосредственно сама станция стоила 555 миллионов гривен, а с учётом благоустройства территории – 608 миллионов. По прогнозам, в сутки станции будут пользоваться 50 тысяч пассажиров. На моих глазах всё это строилось, развивалось. Вот поэтому я вот так и переживал, потому что мне сейчас будет очень удобно со станции ездить в центр города или дальше, вот не на перекладных, а прямо. Теперь метро, конечно, в любую точку города мы можем быстро добраться с ребёнком. Но мы ещё, правда, не пробовали, мы ещё не ехали в метро. Ну, попробуем, поедем, посмотрим, насколько удобно. Это хорошо, когда у тебя есть станция метро. Мы уже долго ждали, пока её откроют. Теперь можно ездить, ходить. Теперь не надо там ехать на троллейбусе или идти пешком. Победа станция уникальная, говорят метростроители. Здесь есть мини-депо для ремонта поездов, а также лифт для людей с особыми потребностями. По словам главы государства, открытие станции долгостроя стало возможным благодаря бюджетной децентрализации. Никогда не было такого, в том числе и на Харьковщине, чтобы бюджет развития значительно превышал 2 миллиарда гривен. И чтобы эти деньги опинились в распоряжении территориальных громад, и они сами выозначили те приоритеты, которые сегодня в первую очередь потребует громада. К открытию на Победу пригнали состав Крюковского завода, пущенный год назад. На данный момент это самый новый поезд в подземке. Работу с предприятием городские власти планируют продолжить, но отмечают. Модернизацию и реконструкцию составов, которые сегодня есть в наличии Харьковского метрополитена, а всего их около 400, проведут своими силами. Теперь президентам поставлена задача продолжить Алексеевскую линию в сторону Одесской. Деньги рассчитывают получить, в том числе и от международных банков. Нашим инвестиционным проектом предусмотрено строительство двух станций, электродепо и приобретение подвижного состава в количестве 200 вагонов, которые бы обеспечивали полноценную работу данной линии Алексеевской. Пока Победа для пассажиров еще недоступна. Разрешение на ввод станции в эксплуатацию должен дать Кабмин, после чего примет решение исполком горсовета. В мэрии рассчитывают, что Победа примет людей уже на будущей неделе. До этого времени поезда продолжат ездить без пассажиров. Елена Нагорная, Надежда Тофан, Павел Велицкий, Медиагруппа «Объектив».